Что происходит не только в туризме, но и в сфере гостеприимства. Юлия Жигунова, директор отеля «Шерлок», с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро, Юлия. Доброе утро, Олег. Очень рада вас слышать вновь. Спасибо, что пригласили. Ну и, во-первых, давайте, может быть, подводя итоги, чем завершилась, как прошла вот эта замечательная онлайн-игра и какой эффект она оказала? Привлекло ли это внимание к проблемам отрасли? Я понимаю, что все-таки на это было рассчитано какое-то создать, может быть, не только занять людей, занять персонал отеля, но и привлечь внимание общественности к тому, что происходит в сфере гостеприимства. Безусловно, мы достигли цели того, что мы подняли вопрос о том, как сейчас сложно работать. То есть люди действительно, мы получили отклик, гостиница получила такую широкую узнаваемость, о нас начали говорить, о нас начали писать. Но сказать, что это помогло в плане бизнеса, учитывая, что гостей на данный момент у нас только те, которые местные латвийцы, да, так как, опять же, только что говорил мой коллега Константин, да, что в Латвии сейчас приезжать совсем неинтересно, как из Латвии куда-то приезжать, да, на изоляцию. Но в целом мой личный вывод, что проект прошел достаточно успешно, потому что именно социальная цель его была достигнута, да. То есть люди начали задумываться о том, что все-таки можно и в изоляции чему-то научиться, можно и в изоляции проводить время, в отеле, и не только, да, потому что есть люди, которые путешествуют также по бизнесу, да, и они там полдня должны работать в отеле, а полдня они должны себя чем-то занимать. То есть в целом проект прошел успешно. Кто сейчас является вашими клиентами, если не туристы из-за рубежа? А исключительно местные, исключительно местные люди, латвийцы, рижане в том числе, которые хотят сбежать от суеты, сбежать от детей, простите, от мужей, да, и так далее. То есть кто-то приезжает сам, да, в одиночку и проводит время, кто-то приезжает с детьми, кто-то приезжает с подругами или с друзьями, да, несмотря ни на что, вот, и так далее. То есть в рамках своего какого-то там определенного домохозяйства, да, то есть люди приезжают просто отдохнуть вне своих четырех стенок, в другие четыре стены. Насколько, вот мы видим, что туроператоры стараются как-то сейчас объединиться и настойчиво добиваются, в общем-то, встречи с, ну, руководством страны, с министрами, которые отвечают за эти отрасли, и пытаются каким-то образом, ну, донести вот свои пожелания, свои просьбы, требования, насколько вот среди, я имею в виду, вот владельцев гостиничного бизнеса есть такое единодушие, чтобы выступить единым фронтом, сформулировать какие-то единые просьбы, не знаю, требования и озвучить их, потому что, может быть, ну, пока ты сам о себе не скажешь, что на тебя не обращают внимания. Знаете, у нас есть также ассоциация отелей и ресторанов, да, в которой я непосредственно не состою, да, но я знаю, что они стараются тоже добиться каких-то встреч, также ведется диалог с Лея и о поддержках и так далее, да, но если мы говорим именно о директорах гостиниц, да, кем я непосредственно являюсь на данный момент, или о владельцах, то, увы, к сожалению, такой единости нету, потому что невероятное количество отелей закрылось, продолжают закрываться и еще закроются. То есть пока, несмотря на то, что началась вакцинация, как будто бы появился свет в конце туннеля, и, ну, пытаются нас уверить, что вроде бы жизнь должна вернуться в какой-то обозримом будущем, в нормальное русло, пока таких вот вы не ощущаете перемен? Нет, 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 вакцинация – это прекрасно, да, и я опять же соглашусь с Константином в том плане, что самое безопасное путешествие, оно будет непосредственно, исключительно через туристические агентства, туроператоры и так далее, по уже упомянутым причинам, да, и я как руководитель гостиницы с удовольствием бы такую небольшую группу и приняла, которую привезли на маленьком самолете, поселили, да, и так далее. Но, увы, что касается гостиничного бизнеса, да, помимо того, что у нас есть здание, которое надо содержать, да, абсолютно минимальное количество работников, которым нужно платить, ну, хоть какую-то зарплату, да, и так далее, у нас эти издержки больше, то есть мы не можем работать удаленно, да, то есть туроператор, турагентство, что они в основном все отказались от офисов, они перевели своих оставшихся лучших работников на удаленную работу, и как могут собственными силами они поддерживают на каком-то минимальном, да, я даже не могу сказать, уровне работ. Мы не можем это делать, да, то есть мы должны платить за отопление, мы должны платить за электричество, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И тот минимальный поток гостей, который на данный момент у нас есть, и не только вот там в Шерлоке, да, в других отелях, которые все еще функционируют в старом городе и вне его, это не покрывает расходы, поэтому отели закрываются. А та поддержка, о которой государство все время говорит, увы, опять я соглашусь, что ее не то что недостаточно, очень мало кто под нее квалифицируется, увы. А что, какие препоны здесь, то есть выставляются какие-то требования, которые, ну, невозможно соблюсти? И это в том числе, да, потому что тот же отсрочка по налогам, да, ну, их все равно надо будет заплатить элементарно, да, то есть когда вернется бизнес, а если он не вернется, если мы берем отсрочку и, допустим, закрываем бизнес, нам все равно надо их покрывать. Ну, то есть и так далее, так далее, так далее. Скидка на электричество, да, вот, и мы сейчас ждем ответа, там, скидка на электричество, на налог, на еще что-то, бухгалтер этим занимается, да. Я очень надеюсь, что мы что-то получим, что нам компенсируется какое-то, да, но тоже отопление, да, отопить в старом городе пятиэтажное здание, это очень дорого. А вот эти слухи про случай мародерства, когда отпустующие здания гостиниц уже начали забираться воры, грабители, это, ну, вот, по вашей информации, это городские легенды или это реальные случаи? Я, откровенно говоря, я не слышала ничего такого, да, но меня это не удивит, да, потому что я в старом городе практически каждый, ну, я каждый рабочий день, время от времени я здесь еще и на выходных, да, потому что если есть гости, то я стараюсь максимально каким-то образом обеспечить им наиболее комфортное пребывание, вот, и прогуливаясь тоже там в пятничный вечер по Старой Риге, да, или тем хуже вторник утро, да, когда никого нет и гостиницы закрываются, то я абсолютно не удивлюсь, потому что тот контингент, который снова возвращается на прогулки на территорию старого города, я его не видела очень давно, а в целом я работаю вот именно в Старой Риге с 2011 года. А какой это контингент? То есть это кто? Это молодежь, которая себя ведет достаточно грубо, достаточно шумно, которые на улицах распивают алкогольные напитки, и я не хочу сказать никаких плохих слов, да, но это люди с такой достаточно низкой моралью и социально ответственной. То есть они в какой-то момент исчезли с улиц старого города? Именно по какой причине? Да, они исчезли, их практически не было так же, как и бродяг, да, то есть у нас остались в основном только уличные музыканты и туристы, да. Вспомню тот же, не знаю, 18-17 год, да, прекрасный год в туризме, невероятные потоки туристов иностранных, круизные корабли, да, и так далее. И это был город-праздник. Сейчас это город-призм. Насколько возможно предположить, когда может восстановиться этот бизнес, гостиничный, я имею в виду, в какие сроки? Прогнозы очень-очень разнятся, да. Если мы смотрим там, что пишет тот же Bloomberg, New York Times, да, они прогнозируют, что это не раньше, чем 25-й год, да, но это опять же они пишут в основном как про Соединенные Штаты Америки, Канаду, да, и так далее. То есть они берут вместе с авиационной отраслью, это все всегда обсуждают как неделимую часть. Касаемо европейской индустрии, да, я бы хотела все-таки надеяться, что это с 23-го уже мы все-таки почувствуем какой-то рост. Но учитывая то, что такие туристические державы, как Швейцария, тоже на данный момент на грани банкротства вся индустрия, потому что, увы, они также не могут поддержать, государство в смысле не может поддержать ни отели, ни рестораны, да, а, как нам известно, в Швейцарии самые лучшие школы, которые выпускают лучших выпускников гостиничной индустрии, да, то если уж там плохо, то я боюсь, что все-таки Блумберг больше прав. Увы. Латвия, с одной стороны, высказывает очень сильное желание провести чемпионат мира по хоккею, вот полностью, но мы понимаем, что это связано ведь и с гостиничным бизнесом, вот насколько не только арены для, ну, необходимость мест для проведения игр, но и для принятия всех, кто присутствует, кто приезжает. Каким образом вот эти желания могут, ну, понимает ли государство, что необходимость вот наличия гостиниц тоже является одним из непременных условий проведения такого масштабного крупного соревнования? Пусть, может быть, не приедут, ну, миллионы там болельщиков, но тем не менее. Знаете, тут я выскажу свое лично профессиональное мнение, которое на данный момент будет основываться только на моем восприятии данной ситуации. И я считаю, что если очень постараться, то мы можем это потянуть. Почему? Потому что, во-первых, поедет как минимум раза в три меньше болельщиков, да, то есть они определенно, Международная федерация по хоккее, да, они поставят какие-то ограничения вместе с латвийским государством на то, кто имеет право въезжать на территорию Латвии, да, то есть, соответственно, там, ну, это мое предположение, при покупке билета, да, у тебя должно быть, там, не знаю, указано, что ты или вакцинирован обязательно, там, тест и так далее, ты должен указать место в гостинице, то есть я более чем уверена, что это в том случае будет достаточно контролируемое мероприятие. И то есть когда мы скажем, что, ребята, вот у нас есть в гостиницах варенье и не только, там, количество билетов и мест на, там, определенное количество фанатов и посетителей вне команды, да, потому что, опять же, еще и команды, да, то будет просто сказано условно стоп, больше мы не можем принять, да. Но, опять же, если мы берем, то мы подхватываем также гостиницы той же Юрмалы, той же Сигуды, да, и не забываем, что невероятное количество апартаментов открылось в период пандемии, потому что тот, у кого была какая-то лишняя квартира, и он ее захотел сдавать, да, потому что там отель менее безопасный или еще что-то, да, то эти люди воспользуются обязательным данным случаем, да. Вспомним, как у нас было весело, когда приехал Эр Ширан, да, это же было прекрасно, да. То есть вот я полагаю, что будет, если будет, чтобы мне, конечно, бы очень хотелось, да, то это будет именно таким образом. То есть потянем все-таки и чемпионаты мира, и какие-то большие массовые мероприятия. Но это может помочь. Мы хотим, мы их ждем, и я уверена, что каждый, не только отельер, ресторатор, таксист, да, они все будут только рады, и мы будем работать опять вновь на износ, когда это было в период, там, той же новой волны, да, когда ты приступал на смену 16 июля и заканчивал 1 сентября. То есть это нам всем надо, мы очень скучаем по этому, очень. Ну что же, спасибо большое, Юлия Жигунова, директор АПАРТ-отеля «Шерлок», с нами была на прямой связи. Хочется пожелать действительно, чтобы все, все вот озвученное сбылось. Будем держать кулаки, удачи вам, спасибо. Спасибо большое, спасибо, Олег, очень приятно. Всего доброго. Продолжение следует...